Он ведьмак, он знает, гнёт Истину один найдёт И чудовищ всех он за день лишь убьёт В прохождении смотри Вместе с Жека Ведьмака пройти Всем небага-нелага, зрители и подписчики нашего канала С вами я, Жека, и мы пригодаем темноводье И начинаем, открываем новую главу в нашей истории Пятую главу про белоголового ведьмака Впереди будет некий видеоролик, а я поволчу, а вы наслаждайтесь Скоро будем в Изиме Хм, чувствуешь запах? Да, дым, что-то горит Тяжёлый и душный, как будто деревня горит Чёрт, смотри Горит, вы зима, а не какая-то там деревня Ну и ну, Геральт, глазам своим не верю Лютик, тебе уже пора привыкнуть к картинам войны Их ты повидал немало Я, я натуру чувствительный Я никогда не смогу привыкнуть к насилию и жестокости К счастью, у нас, мутантов, натура куда менее чувствительная Не неси чушь и лучше расскажи, что нам делать дальше В письме Берингара были некоторые зацепки Нам определённо нужно попасть в город Это будет нелегко и небезопасно Согласен Но я не сдамся, раз уж мы так близко подошли к разгадке Ты как гончая, взявшая след Отправляемся в старую Визиму Лучше всего пройти через Визиму Но на улицах до сих пор идут бои Нам надо туда попасть Наконец-то я узнаю, кто стоит за саламандрами Ведьмак Ты действительно хочешь пойти со мной? Я ни за что тебя не брошу Но там может быть горячо Думаешь, я боюсь? Ну что ты? Да, не делай, не стрелил в бойне Винсент? Сейчас разве не ночь? Я знал, что раньше или позже ты вернёшься Ты многое пропустил Привет, Винсент Что ты здесь делаешь? Не верю, что ты вышел со мной поздороваться Я отвечаю за безопасность короля Родовида в Тимерии Мы будем иметь бледный вид, если с ним что-то случится Фольтест вернулся Он в Старой Вызиме Теперь, когда мы знаем, чьи приказы выполняем Боевой дух повысился Мне нужно попасть в Старую Вызиму А там опасно У одного у меня есть шанс, Ас Ты меня понимаешь? Да что происходит? У меня есть для тебя работа, Лютик Подробности о тебе расскажу позже Это касается короля Родовида А язык Ведьмака Может сослужить нам дурную службу Вы тут что-то комбинируете? Нет, что-то Я бы только мешал Не мастак я с королями разговаривать Отлично Лютик, жди меня у королевского лагеря Геральт, делай что должен Да, вот так вот Хитроумным маневром Мы опунули Лютика И Другое говоря На свою Отвели его от беды Про Довид Приветствую, Геральт Ваше Величество Поздравляю Насчет профессора Этот напыщенный тупица Как-то пытался меня шантажировать Так что Спасибо за добрые вести Не за что Что привело вас сюда? Я хочу покончить с саламандрами Хорошо Пора избавиться от этих ублюдков Какое положение в зиме? Полный хаос Благодаря моим агентам Фольтест вернулся И пытается восстановить порядок Понятно Ну что ж Мне пора, сударь Прощай Да уж Родовид Он такой родовид Золтан А, Геральт Ты как раз вовремя Чтобы посмотреть На настоящую рубку С виду все тихо Тут тихо Как на войне Трах-бах И снова в тишине Я, Евин Добился своего Почти все нелюди Возимы Взялись за оружие Как это произошло? Интересно Что это было Большей частью Заслуга Ордена А что это? Когда Орден Начал убивать женщин и детей Вот и все Так понятно Не знаю, кто ими руководит Но ничего глупее Никто не делал Со времен короля Дезмода Может быть, великий магистр Хотел спровоцировать нелюдей Слышал, что нелюдей Собираются переселять В старую вызиму Потому что мы, якобы, более подвержены чуме Бред силой кобывы Ясное дело Что ты здесь делаешь? Нам нужно отбиться от рыцарей А потом я выведу из старой вызимы мирных жителей и пациентов в Шане Шане в старой вызиме? Она организовала нечто вроде полевого госпиталя Упоминала и тебя Я постараюсь пробиться к ней Я надеюсь, добрым словом упоминала Так, хорошо, посмотрим Я должен вывести Шане Посмотрим на задание Мне туда надо Если я не ошибаюсь Искать Эли и Орден Пылающей Розы против меня А это может знать только одно Можно я как-то пройду? Они не пропускаются Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай Хорошо Знак Игни На Так О, ворота открыли Меня не допускают ворота, да? Иди сюда Защищайся, лоды Иди, иди ко мне, иди ко мне Отходи, давай На На Как тебе? Сжариво, а? Любишь огонёк? Я думаю, любишь Так, ну что ж С этими разобрались Можно мне пройти? Фух Впустили Наконец Я безумно этому рад Старая вы зима Это не снег, не обманывайтесь Это пепел Глава 5 Государь, это безумие Вам нельзя так собой рисковать Подождите здесь до прихода подкреплений Чушь или рад Тут мой город Столица моего королевства Чёрт Я здесь правители не стану сидеть в кустах Государь Молчать Ты сам знаешь, что докладами разведки можно подтирать задницу Фольтис храбрый Смелый Смелый Я бы так сказал Может быть даже чищу Атака не людей Беречь короля За свободу! Смерть двойная Повешу тебя на твоих кишках А это кто? Великий магистр Спасены Великий магистр? Наконец-то Сколько раз о нём слышал И его только-только показали Ты вернулся, король Верю, что ещё не поздно Ты нужен нам Короли не опаздывают Государь, город горит Улицы в крови наших подданных Не время говорить Надо действовать Что предлагаешь, Яков? Передай мне командование И развяжи руки Нет, только через мой труп Об этом и речь В другой раз Я могу не успеть помочь Я видел достаточно Велерат, возвращаемся Кто ж ты такой, Яков? Он что здесь делает? Он влип У него на это особый дар Что с ним делать? Пойдёт с нами Как я уже сказал Нам нужно обсудить кое-что Наконец-то мы снова в замке Мы были здесь Но это было давным-давно Ведьмак из Ривии Да Я Пальшан Сир Как ты, наверное, догадываешься Я тебя пригласил не для забавы Скажу кратко Хочу, чтобы ты расколдовал мою дочь Я собрал всех, кто может тебе помочь Опять? Да, Ветта Он был её адъютантом последние полгода Велерата Велерата, который знает Адду с детства И Трис Меригольд Её обширные познания в магии и женской интуиции Могут тебе пригодиться Хм Подумай об этом Поговорим после Как пожелаете Ваше Величество А пока нашего внимания требуют другие неотложные дела Я слушаю Представь себе, что у тебя есть дом И ты вернулся после охоты на Кикимору, например Только чтобы обнаружить, что твой дом превратился в Бордель, охваченный пожаром Потому как иначе это назвать нельзя Ваше Высочество Я не закончил Все, кого ты оставил вместо себя, подвели тебя Предатель хочет выжить тебя из дома твоих предков За которые ты кровь проливал Ты бы не разгневался Ты бы не решил пролить новую кровь Простите меня, король Но мы, ведьмаки, не вмешиваемся в политику И у нас нет дома Ваш славный нейтралитет Я не могу себе позволить такой роскоши Обе стороны начали драться в моем городе И обе будут сурово наказаны Я понимаю, король Но чем я могу помочь? Мог бы проявить больше энтузиазма, помогая королю Скажем, предложить убить, кого я прикажу Простите меня, король, но... Молчи, ведьмак, пока не наговорил глупостей Правители не любят, когда им постоянно отказывают Конечно, король Меня призывают срочные дела Поговори с этими недюжинными умами Это поможет тебе полнее обрисовать ситуацию Не забудь про мою дочь, ведьмак Я рассчитываю на тебя Я не забуду Мой слуга призовет тебя, когда у меня будет больше времени Ясно Спасибо за аудиенцию, Фольтос Давай Появление стрыгии означает конец правления Фольтоста Многие говорят, что он оскорбил богов Помнишь, как она стала стрыгой? Я не могу помнить, как она стала стрыгой Потому что, когда было подано объявление ведьмаку впервые Она уже была стрыгой И ела людей на протяжении 15 лет Напомни Фольтост в молодости спал со своей сестрой Это не доказано, кстати Ребенок умер при рождении Но 7 лет рос в гробу И выходил только, чтобы поесть 7 лет Ты расколдовал ее, но не полностью Повторное появление стрыги доказывает, что королевская династия проклята Люди очень чутко на это реагируют Или же кто-то ее проклял Неудивительно, что Фольтост хочет избавиться от стрыги Я понял, что мне надо снять проклятие Надо, чтобы стрыга не была бельмом на глазу Практически нет шансов снять проклятие Я слышал, за убийство стрыги дают дополнительную награду Меня слухи не интересуют А зря Но это тебе решать Прощай Геральт Я уже было начала волноваться Я тоже волновался Я горжусь тобой Слышал, как отважно ты сражалась за Альвина Это правда Его величество дал мне Протекцию Скажи мне, где Альвин? Как где? Не ты его забрала? Альвин растворился в воздухе Не знаю, почему это произошло Несмотря на амулет, который я ему дал Это плохо При его способностях он может быть где угодно во времени и пространстве Я надеялась, амулет заблокирует его способности Надеюсь, с ним все в порядке Удалось Я о нас много думал О, Геральт На самом деле В любомных вопросах Геральта Тяжело что-то решить Потому что В его судьбе Как я вижу Три основные Девушки Это Йонифер Рис И, конечно же, Цири Дитя предназначения Но Дитя предназначения можно как бы И не учитывать А с Йонифер у него довольно тяжелые отношения Я бы сказал Хотя и желание Джина очень повлияло на их отношения Желание, исполненное Джином, скажем так Так что Поиграем с Трис Ответим ей Я люблю тебя Я хочу быть с тобой Несмотря ни на что Я люблю тебя Я хочу быть с тобой Несмотря ни на что Любовь это единственная красота В наше гнилое время Геральт Я мог бы измениться Меньше рисковать с собой Мы бы разыскали Альвина И жили бы вместе Я бы построил Но этому не бывать, Ведьмак Ты сам это прекрасно знаешь Мечты, мечты, ребята А если бы я начинала скучать Ты вечерами насвистывала бы мне На собственноручно изготовленной свирели Всем известная игра на свирели Лучшее лекарство от хандры Прости Я не хотела Геральт Скажи что-нибудь Я не хочу тебя потерять Я здесь с тобой Мы должны пережить эти сложные времена А когда все это безумие кончится Мы снова помечтаем Трис Я тоже люблю тебя, Геральт И буду любить вечно Скажите пожалуйста Где Велерат Вот ты Приветствую Приветствую, Геральт И тебе не хворачиваю Приветствую, Велерат Я видел, что ты говорил с королем Я так понимаю Беседа была не из приятных Могло быть и хуже Геральт Король рассказал мне о бате Ужасно Ты предупреждал нас, что это может повториться Ты сможешь снять заклятие во второй раз Во второй раз тяжелее Посмотрим Кажется, ты неплохо помнишь, что произошло в прошлый раз Конечно Ты всю ночь от заката до рассвета Просидел ее в логе Где стоял саркофаг Стрыги Вы там так шумели, что полгорода перебудили На рассвете Мы вошли во дворец Увидели вас обоих на полу Рядом с саркофагом В луже крови Ты еле дышал Она чуть не перегрызла Исцелилась В ту ночь погиб предатель Острид И у короля были все основания возликовать Острид-то был предателем Но, как многие считают Из начального видеоролика Это неправда, что именно он проклял девочку Из-за этого она стала Стрыгой Девочка стала Стрыгой, если верить слухам То именно из-за того, что из-за инцеста И получается, фольта со своей сестрой Именно разорвала Острид-то она Но не потому, что он был предателем Проклявшим Аду А потому, что он просто был предателем короля Который хотел сместить фольта с его места И воспользовавшись тем, что Ада была Стрыгой Хотел подорвать репутацию фольта этим фактом Сколько жертв было на этот раз? Не знаю В наши дни трупов на улицах больше, чем мух на навозной куче Тебе известно, где Стрыга спит в дневное время? Нет, но ее видели в старой Визиме Возможно, она там охотится Процесс снятия проклятия – дело рискованное Да Ты прав Но у короля найдутся способы компенсировать этот риск Верю Посмотрим Поступай, как хочешь Но помни, фольтест очень любит свою дочь Я знаю Геральт А ты не боишься, Велерат? Король показался мне разгневанным На меня? Не знаю, но на твоем месте я бы следил за своими словами Знаешь, Геральт Да Я уже старый Я служу Тимерии всю свою жизнь Я никогда не лгал И не собираюсь меняться под старость Если меня приговорят Я пойду на казнь с гордо поднятой головой Хорошо До свидания Ясно В любом случае, пора покидать этот тронный зал И направляться в старую Визиму Мое место не здесь Не в этих залах Мое место там, на улицах В рядах По уничтожению Прости, но наш милостивый владыка запретил вас впускать Он пришлет за вами Понятно Хорошо, если ты пришлешь за мной Но что мне делать это время? Геральт Что ты думаешь о ситуации с Аддой? Она стрыга, Геральт Моб Хорошо Расскажи мне, что ты знаешь Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю Спрашивай Кто наслал это проклятие? Если бы я знала, я бы его уже сняла Мне стоит помогать королю? Да В каком-то смысле я здесь политическая заключенная Я могла бы телепортироваться отсюда, но это было бы неприлично Кроме того, мне нужно решить здесь несколько политических вопросов А именно? Этого я не могу тебе рассказать У меня слишком шаткое положение Но если бы ты помог Фольтесту в проблеме со стрыгой Ты мог бы замолвить за меня словечко Я закончила бы свои дела, а потом Фольтест Меня отпустил бы Если ты этого хочешь, Трис Спасибо, Геральт Я приблизился к разгадке тайны Саламандр Я знаю и хочу тебе помочь Как? Ты слышал что-нибудь о доспехах, сделанных гномами? Но мне понадобится искусный оружейник Отлично разбирающийся в свойствах металлов Да, и у меня не все есть металлы Кальштейн Он живет в старой Вазиме Знаний ему не занимать Он знает разные штучки и наверняка поможет тебе Ясно Как ты думаешь, что случилось с Альвином? Хоть какая-то гипотеза Я и подумать не могла, что он сможет преодолеть блокаду Двимирита Немногие чародеи способны на такое У него достаточно сил, чтобы телепортироваться куда угодно Даже во времени А вот это вот интересно Пока Что такое? Наш государь будет говорить с вами сейчас, сударь Поднимайтесь в его покой Хорошо, благодарю Гонец Да! А, понятно Нам сюда Ой, а внизу что? А что внизу? Они с меня не пускают Жаль, я бы сходил в подвал и в закоулочки Да, это королевское ложе Карта Да Это всего лишь маленькая часть карты Вот она А Цыпленок пойдет На самом деле вот она карта Но она очень-очень мыльная И не видно К сожалению Ведьмак Ваше Величество Мы разговариваем неофициально Обойдемся без стекла Как не тебе назвать фоли? У тебя было время подумать Отвечай Можно снять проклятие с моей дочери? Скорее всего, да Могло ли проклятие вернуться Само по себе Вряд ли Кто-то снова его наложил Если ты преуспеешь Ее Ее разум Будет разумом ребенка Вряд ли Она, скорее всего, вспомнит все, что происходило до ее превращения Вряд ли Скорее всего Легче не становится Да-да Я скажу прямо, Геральт Делай, что можешь, чтобы снять проклятие Если это не удастся, можешь убить ее Да, в целях самозащиты Так было и в первый раз Когда я в последний раз доверился тебе, ты не разочаровал Да Спасибо, король Не благодари меня Если узнаешь, кто наложил проклятие Скажи мне И только мне Еще Да Если ты преуспеешь Я исполню любое твое желание в пределах разумного Но если ты провалишься Моя дочь страдает И те, кого ты любишь, тоже будут страдать Я понимаю Хорошо Это нехорошо Ваше величество Королевство гложет еще одна хворь Какая, ведьмак Саламандры Моя дочь связалась с ними, дурочка Жалею, что я вообще уезжал Твои чести Вилерат говорит, что ты сильно сократил их число Надеюсь, ты с ними покончишь Это и есть моя цель И последнее, ведьмак Я приказал следить за твоими действиями И получил рапорт О твоей личной жизни Да Ваше величество Это не просто нездоровое любопытство Мои шпионы доложили, что ты крутишь шашни с Мерри Гольд Я хочу узнать, что за этим стоит Как бы это уже давно началось Очень давно Ты бы еще спросил о Йонифер? Мы с Трис близки эмоционально Это все и это наше личное дело Да Не злийся, ведьмак Я тоже любил мать ады Они мне не позволяли на ней жениться Но надеюсь, у тебя будет лучше Тебе хоть не надо беспокоиться То есть ты подтверждаешь, да? Если захочешь выйти в зиму Поговори с Мастер Не хотел об этом говорить Меня некоторое время не будет в замке По другим вопросам обращайся к Велераду Так я и поступлю Прощайтесь, Сир Я должен заняться Саламандрами по поручению Самого И новое задание Ой, новый уровень у нас Ну, теперь-то у нас Есть возможность покинуть Это здание Нет А все Дай тронный зал Нет Интересно Как же мне уйти отсюда? Никто не подскажет Нет Может быть через подвал? Вполне Я впала в немилость Вот так удачи Ведьмак В моем родном боклере Что в герцогстве Тусэнд Один ведьмак Как-то целый день Проплясал с одной Чародейкой Это был не я, госпожа Я очень плохо танцую А что, разве У всех ведьмаков Белые волосы? Нет, госпожа Только у меня Ну, наверное, я что-то спутала В любом случае У меня есть к тебе некое дело Чем я могу помочь? Я знала, что могу на тебя рассчитывать Требен Мондио Мондио Кузены недавно бежали из города В связи с некоторыми Неудачными обстоятельствами Ну, понятно Они впали в немилость у короля В некотором роде Я хочу послать им немного денег Чтобы облегчить их положение Понимаешь? К сожалению, запись крашнулась Но могу сказать то, что нас Все-таки Отпустили из царского ложа И допустили Старую Визиму Как вы видите Старая Визима Погрязла В войне И вся Полыхает В огне На этом мы будем заканчивать Потому что довольно долго Длится ролик В любом случае Вам огромнейшее спасибо За просмотр Если вы нас смотрите впервые То, конечно же Подписываемся на канал Пишем комментарии Ставим лайки А всем удачи До скорого И Геральт Субтитры сделал DimaTorzok